Алексей Майстро Алексей, сейчас разработки вашего конструкторско-технологического бюро пользуются очень большим интересом и спросом. Я даже видела, о вас пишет Forbes. Это результат некой такой продуманной стратегии развития или это просто удача? Я, наверное, отвечу так, что это труд, это результат нашего труда и немного удачи в первую очередь. А вот этот труд, с чего он начался? Вы сами помните, с чего вы заинтересовались в принципе тематикой изобретательства, некого конструкторства? Почему вообще это попало в вашу жизнь? Каким образом? Я, наверное, с детства хотел быть изобретателем. Даже поступил учиться в физтех. Вот наш у Алферова учился какое-то время, потом перевелся на другие специальности политехнического университета, где более смог себя реализовать. И поступая в аспирантуру, я уже имел опыт работы на предприятиях, в конструкторских и технологических отделах. И поступив в аспирантуру, я для себя принял решение, что хочу заниматься изобретательством, выполнять какие-то работы, связанные с получением новых знаний, новых умений. И когда я поступил в аспирантуру, первым делом мой научный руководитель начал постоянно какие-то меня в работы вовлекать. И в рамках этих работ я постоянно совершенствовал свои знания, умения. То есть вся работа – это не ОКР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, где я, собственно, и занимался конструкторской деятельностью, разработками, что-то постоянно придумывали. А вообще работа конструктора – это такая серьезная наука или здесь большая доля творчества, фантазии, может быть, даже какого-то веселья в этом? Наверное, для меня это творческая, в первую очередь, дисциплина. Для меня это, знаете, как художник. То есть художник, только ты не картины рисуешь, ты делаешь изделие. То есть моя картина – это изделие. Ваши картины – это в основном беспилотники. Вообще, как пришла такая мысль, с чего это зародилось? Некие плавающие объекты, которые потом еще и взлетают, и они беспилоты. Еще от солнца подзаряжаются энергии. Но это просто какая-то фантастика. Как вы все это придумали? Хороший вопрос. Смотрите, как вообще события развивались. У меня была инициатива в политехе создать яхт-клуб. То есть мы создали секцию, назвали ее «Клуб технического яхтинга». А у нас как бы крутились студенты. И суть этого яхт-клуба была не в том, чтобы просто заниматься спортом, а делать какие-то изобретения для парусного спорта, так как парусный спорт – это технический вид спорта. В какой-то момент нас пригласили участвовать в так называемой солнечной регате. Для того, чтобы не участвовать, нужно, чтобы команда студенческая, это еще когда студентом я был, все происходило, построила свою лодку, которая движется на электрическом двигателе, а энергию берет она от солнца. И мы тогда сделали такой некий вызов сами для себя. У нас уже была на тот момент небольшая команда таких энтузиастов, как я. И мы построили эту лодку, поехали на соревнования, получили вот это удовольствие. После того, как мы… То, что мы сделали своими руками, оно еще и поехало. И не просто поехало, а приняло участие в соревнованиях, заняло какие-то места. По-моему, мы третье место заняли. Это просто неописуемо, не передать словами эти эмоции. И после этого, параллельно у меня была работа, тоже творческая работа, и вот эта вот история с солнечной лодкой, она стала развиваться потихонечку. То есть мы потом приняли участие в регате в Монако съездили, в Германию съездили. Мы пообщались на международном уровне, пообщались с такими же энтузиастами, как мы, поняли тенденции мировые. И для себя приняли решение, что наиболее перспективное для нас развитие – это не лодки строить, а делать какие-то вещи высокотехнологичные, при том, что у нас в университете, в принципе, все технологии есть. Их нужно просто объединить в один, как бы слить в один котел, переработать и выдать продукт. И мы для себя это решение приняли и начали. Сначала разработали систему управления, которая повышала автономность, то есть повышала качество движения. А после этого уже попробовали спроектировать лодку, которая была бы полностью автономная изначально, имела возможность движения неограниченное. То есть это солнечная батарея, то есть плавущая электростанция, по сути, получается. И на тот момент, это как раз экраноплан, который мы спроектировали, я говорю, решили сделать вызов некий. То есть рекорд скорости 87 км в час на тот момент составлял судов на электрической тяге со солнечными панелями. И мы такие, как его побить? Проектировать сложные подводные крылья, как-то все это оптимизировать? Это очень долгий путь, у нас нет такого опыта. Давайте какую-нибудь новаторскую вызов кинем, авантюру вяжемся, попробуем сделать то, что никто не делал. Ну вот родилась идея, мы следили за экранопланами, изучали это, и поняли, что вот это неплохой выбор, схема реализации для того, чтобы поставить, например, рекорд скорости судов на солнечные панели. И вы поставили этот рекорд? К сожалению, пока нет, мы сейчас ищем дополнительное финансирование и хотим продолжить этот проект. Ну, сейчас я вас слушаю, я поняла, что мой первый вопрос, когда я спросила, какое соотношение продуманной стратегии и удачи, вы сказали, что есть и то, и другое, но я понимаю, что это действительно большая работа и продуманная стратегия во многом. Вы говорили о команде. Вот сейчас кто ваша команда, и насколько это направление деятельности вообще популярно и востребовано у студентов политеха? Студенты постоянно просятся. У меня в команде есть студенты, бакалавры, есть магистры, есть аспиранты в команде, есть доктора наук, то есть люди, которые, в принципе, закончили университет, являются инженерами, также у меня в команде присутствуют. То есть интерес большой, а сколько человек у вас в команде? У меня сейчас 15. Это достаточно, чтобы покорять мир? Нет. Сколько должно быть в идеале? Я, наверное, для того, что в зависимости от масштаба проектов, то есть в тех масштабах, в которых мы сейчас работаем, этого, в принципе, плюс-минус достаточно. Но чтобы проворачивать какие-то там международного уровня, уровню покорения, там, не знаю, вот знаете, как конструкторские бюро в советское время были, там тысячи человек работало, полторы тысячи. Вы о таком мечтаете? Вот на самом деле, да, я, можно сказать, вот сейчас вот с вами разговариваю, задумался об этом, было бы прикольно. То есть создать такой прям коллектив работоспособный, который, можно сказать, даже внутри себя немного конкурирует и постоянно генерирует идеи творческие, как бы создает то, что никто никогда не делал. И там Марс освоить, пожалуйста, освоим Марс, то есть который способен это реализовывать. Как здорово, что интервью сподвигает на новые идеи в плане развития. Если говорить о развитии, сейчас то, что уже изобретено, это достаточно интересные объекты, которые действительно и со стороны российской науки, и российского потребителя в виде, там, и Министерства обороны, и многих других заказчиков пользуются интересом. Но что дальше? Вот эта зона, она уже достаточно освоена вами, и вы понимаете, что здесь вы можете доработать, что-то усовершенствоваться, добиться вот этого рекорда скорости. А следующая ступень что? Ну, здесь немного тайны, на самом деле, есть. Знаете, как расходишь все планы. И они не сбудутся. Конечно, да. Ну, в первую очередь, на данный момент, вот, есть конкретная цель максимально выжить из того, что уже сделали. То есть доработать, максимально улучшить, внедрить самые передовые технологии, там, искусственный интеллект, техническое зрение, там, системы распознавания, принятие решений, чтобы, вот, максимально был продукт, в котором нет конкурентов на рынке. То есть занять первое место на, вот, рыночной нише. После этого, вот, есть реальное желание внедрить в реальные ведомства, хотя бы в опытную эксплуатацию, чтобы они начали это использовать, поняли, как это им нужно. Ну, и дальше уже получить, соответственно, ресурсы для более грандиозных проектов и реализовывать более грандиозные проекты. Но эти грандиозные проекты будут все равно связаны с водой, зная вашу любовь к яхтингу? Или сфера переместится? То есть это будет не обязательно вода, это может быть воздух, вы там упоминали Марс и так далее. Ну, знаете, если не мечтать, то ничего и не будет. Да. Ну, не, если из ближайшей перспективы, то, скорее всего, уже есть огромный опыт в таком инновационном судостроении, и есть уже связи, контакты, есть имя, авторитет, который мы заработали. То лучше, конечно, в этом направлении развиваться. Но, в принципе, если наш опыт может распространяться не только на водную тематику, так же и на любые другие сферы. То есть нужны сухопутные какие-то системы, там, спутники, космос, там, я думаю, с какими-то, не всеми, но определенным, вот на данном этапе развития, с определенным пулом задач мы можем вполне справиться. Ну что ж, только рекордов вам желаем. Спасибо. Спасибо.